МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волга, Янцзы. В Ульяновске прошло заседание Совета по сотрудничеству России и Китая. История в деталях. Проект «Живые уроки в действии». Покемон Гоу. Игра может быть опасна, предупреждают психологи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Ульяновске под председательством полномочного представителя президента РФ в Приложском федеральном округе Михаила Бабича и члена Госсовета Китайской Народной Республики Янцзычи прошло первое заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего среднего течения реки Янцзы КНР в формате Волга-Янцзы. Чувашию представляла делегация во главе с Михаилом Агнатьевым. Работа по укреплению и диверсификации связи регионов ПФО с КНР проводится с 2013 года. В проработке с обеих сторон находятся более 60 инвестиционных проектов, в том числе более 20 в степени реализации, отметил полномочный представитель президента России в Приложском федеральном округе Михаил Бабич. Сотрудничество будет развиваться и дальше, но уже в новом формате. Бизнесмены Китая проявляют интерес к Чувашии. В ближайшее время журнал Чебоксарский планирует создать производство для фасада. Этот проект презентовали на заседании Совета. Сегодня же глава Республики Михаил Агнатьев подписал соглашение о сотрудничестве с провинцией Аньхой. И уже завтра официальная делегация этого региона приедет в Чебоксары с официальным визитом. Подробнее о работе Чувашской делегации в Совете по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего среднего течения реки Янцзы мы расскажем завтра в информационном выпуске «Республика». Некоторое время жителям проспекта Ленина в Чебоксарах придется спать под шум дорожной техники. Главную транспортную отелью столицы ремонтируют ночами. Днем работы вести невозможно. Пробка растянется на пол города. Дорожные строители обещают сделать все в максимально короткие сроки. Татьяна Молокова и Сергей Адушкин узнали, какие технологии ускоряют процесс и гарантируют полотну долгую безупречную службу. Проспект Ленина – одна из самых загруженных улиц. Неудивительно, что проезжая часть регулярно выходит из строя. Старые дедовские способы положить свежий асфальт поверх существующего здесь не подходят в культурный слой и без того объемный. Поэтому строители решили обновить полотно капитально. Сначала на этой дороге снимаем асфальт на 17 сантиметров. Так как на этой улице у нас бордюры гранитные, гордюры мы не трогаем. Гордюры не трогаем, они остаются на месте. На оставшуюся часть покрытия сюда укладываем щебень 7 сантиметров. И вот это старое покрытие с щебнем перемешиваем. Туда добавляем битумную эмульсию и получается усиливаемое основание. В распоряжении строителей новая современная техника и технологии, продлевающие срок службы дорожного полотна. Гарантия 6 лет плюс строгий контроль качества работ. Строгий контроль. Если что-то неправильно, не соответствует качеству, это все обратно снимается, оно меняется. Проспект Ленина между перекрестками с Гагарина и Николаева, участок площадью 9300 квадратных метров, отремонтируют в первую очередь ввиду особой востребованности. Остальные улицы тоже уже в работе. В городе 15 улиц будут отремонтированы. Ну и мы говорим, что и ямочный ремонт. Ставится задача, чтобы 15 августа все дороги максимально отремонтировать. Стоимость ремонта полотна по этой технологии 1800 рублей за квадратный метр. Всего же в Чебоксарах в этом году на дорожную работу запланировано почти 175 миллионов рублей. Кстати, старый асфальт тоже идет в дело. Его забирает компания «Дорекс», чтобы ремонтировать проезды в частном секторе. Татьяна Молкова, Елена Гальпельна, Сергей Адужкин, Республика. Администрация города Чебоксары на днях выдаст разрешение на ввод 168-ми квартирного 9-этажного дома по улице Асламаса. Этот дом известен тем, что уже больше года из-за него спорят строительные компании «Устро» и «Премиум Инжиниринг». Чем может грозить конфликт долевикам, выясняли на еженедельном совещании главы Чувашии с руководителями органов власти. «Премиум Инжиниринг» Данные физические лица участниками долевого строительства не являются. Они являются инвесторами, как минимум. В ноябре 2015 года «Устро» подала иск в арбитражный суд Чувашской Республики на расторжение договора участия в долевом строительстве. В части неоплаченных вот этих 41 квартир этих граждан. В настоящее время судебное разбирательство не завершено. Очередное заседание назначено на 21 июля этого года. Вопрос о разногласиях двух строительных компаний разбирался в Доме правительства в апреле. Тогда привести руководителя к консенсусу не удалось. Так и сейчас оба не готовы к примирению. Заявляется, что 69 миллионов «Премиум» взял у людей, но он взял 100 миллионов с лишним. Потому что получил по 33 тысячи квадратный метр, продавал 40-45. Ни копейки в кассу «Устро» не поступило. На счет «Устро» не поступило. Мы полностью освоили своими силами. И то, что на сегодняшний день у нас получается, дольщиков, как и считаю, нету. Есть мошенническими действиями люди вовлечены в мошеннические действия. И страдают из-за одного мошенничества. Директор компании «Премиум инжиниринг» говорит, что он страдает из-за действий бывшего директора, на которого в МВД так и не могут завести уголовное дело. Я сегодня из личных средств достраиваю этот объект, и город не даст соврать. То есть, несмотря на то, что, вот еще раз говорю, у нас все арестованы счета. И это наше отношение к нашим дольщикам. Ибо никогда мы не строили и не ставили свой бизнес на обмане, на лжи и так далее. Понимаете, никогда не пытались завладеть ничьими средствами. Глава Чуваший Михаил Игнатьев отметил, что в республике за 4 года смогли разрешить проблемы обманутых дольщиков. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы появились новые. Мы закрыли более 1 тысячи дольщиков и так далее. Вместо города работали на уровне правительства. На митинги ходили мы, значит, соответственно. Я ходил на эти площадки. Вы опять ничего не отслеживаете. Вы опять создаете ту же самую проблему. Понимаете, нет? Почти прошло, наверное, 4 года, пока мы закрыли. Есть обязательства сторон. Есть обязательства ваши, значит. Есть депутаты по своим округам, которые должны отслеживать. Есть сигналы от людей. Письма напишут. Реагировать надо. Разговор завершился тем, что министр внутренних дел Сергей Нияскин пригласил руководителей Устрии премиум инжиниринг к себе в кабинет для более предметного разговора. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Республика. Около 18 тысяч семей в Чувашии получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. 1 июня произошло ежегодное увеличение тарифов. Вместе с этим увеличился и размер субсидий. Погладить одежду старшим, покормить средних и умыть младших. Так проходит среднестатистическое утро многодетной мамы. Светлана Иларионова в одиночку воспитывает десятерых детей. И как никто другой нуждается в государственной поддержке. Пару лет назад она получила четыре квартиры на одном этаже от администрации города. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги ей тоже помогает государство. Как многодетной маме, Светлане предоставляется субсидия. Насчет субсидий я хочу сказать. У меня государственная поддержка очень к лицу, конечно. Я довольна этим. Получаю я сумму около 8 тысяч. 7300-7500 приходит такая сумма у меня. Я желаю, конечно, всем насчет субсидий походотайствовать. Рассчитывать на субсидию можно, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов семьи на оплату жилого помещения. Сегодня почти 18 тысяч семей в Чувашии получают такого рода субсидии. Социальная поддержка сегодня заключается в предоставлении субсидий малоимущим гражданам. Если доля совокупного дохода составляет менее чем 22% от совокупного платежа граждан, то граждане по месту прописки могут обратиться в органы социальной защиты. На сегодня данная выплата осуществляется через Минтруотов. В целом на предоставление субсидий в республиканском бюджете заложено 246 миллионов рублей. По итогам первого полугодия из них освоено уже 138. Но, как отметили в правительстве, субсидии получат все нуждающиеся в полном объеме. При необходимости на эти цели выделят дополнительные средства. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Уже 13 человек изъявили желание баллотироваться в Государственную Думу России. В Госсовет Чуваши выдвинулись 280 человек. 150 кандидатов по единому избирательному округу и 58 по одномандатным округам. Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла документы от кандидатов в депутаты Государственной Думы по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38 Леонида Черкесова. Глава города Леонид Черкесов представил Центральную избирательную комиссию Чуваши и все необходимые документы. Он выдвинут в депутаты партии «Единая Россия» по итогам прошедшего в мае предварительного голосования. Единственная партия, которая проводила праймерс, это «Единая Россия». Конечно же, проведение праймерси необходимо. Это, во-первых, общение с жителями нашей республики. Это и такое тесное общение, это и увидеть, как же относится именно к тому кандидату, за которого они будут голосовать, наказы, которые давали. Сейчас наша задача – те наказы, которые мы получили в ходе праймерс, чтобы мы их исполняли. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Чуваши Александра Цветкова, предвыборная кампания проходит активно. Зарегистрировано достаточно кандидатов, но в ближайшее время здесь ждут еще документы. Именно на этой неделе будет пик активности, то есть придут подавать документы. Основные игроки на электоральном поле – это парламентская партия. На сегодняшний день уже 15 кандидатов подали свои документы. И ожидается еще на этой неделе, мы ждем, что подадут документы кандидаты от «Единой России», от «Справедливой России». Также будет участвовать в выборах партия «Яблоко». Я думаю, что всего по каждому из избирательных округов будет порядка 10-12 выдвинутых кандидатов. История в деталях. В рамках проекта «Живые уроки» воспитанники Чебоксарских детских садов посетили музей истории трактора. Какие уникальные экспонаты увидели ребята, узнавали и мои коллеги. Смотреть, трогать и даже дергать – в этом музее можно все. Здесь собрана уникальная коллекция, в которой показана вся история тракторостроения – от сахи до железной машины. У ребят есть возможность попробовать себя в роли настоящего кузнеца и выковать деталь для трактора. В экспозиции более 36 раритетных машин отечественного и зарубежного производства. Многие из них до сих пор на ходу. Самому старому трактору более 90 лет. «Форзон Путеовец» производили его еще в Сталинграде. Некоторым малышам удалось посидеть за рулем дедушки трактора строения. Этот трактор очень старый. Его уже не выпускают. Мне очень нравится сидеть на тракторе. Тут руль крутится. Я еще на улице видел трактор, у которого две педали сразу соединенные. И одна педаль. Вот тут вот часы есть. Среди экспонатов есть модель в разрезе. Так ребята могут увидеть трактор изнутри. Всего же в фонде музея насчитывается более 5000 редких предметов. Это коллекционные модели, чертежи, двигатели. Временные экскурсии пролетают незаметно. Живые уроки уже посетили более 2000 ребят. Для каждого возраста своя программа. Для дошколят это в основном знакомство с тракторами, с историей производства тракторов различного назначения. Для более старших школьников у нас идет профориентационный проект. То есть мы рассказываем о различных профессиях, которые вокруг трактора. То есть начиная от конструкторских разработок до производства, до сервисного обслуживания, до продаж. Атмосфера в классе и атмосфера в музее разительно отличаются. Почувствовать запах солярки, потрогать своими руками инструмент, попробовать делать своими руками что-то. Этого в классе не получится. Живые уроки проводятся во многих музеях Чебоксар. Так что у ребят насыщенная программа. Познакомиться с уникальными экспонатами и узнать про разные профессии можно будет до конца лета. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Новая игра Pokemon Go буквально взорвала интернет. Мир настолько увлекся этим приложением, что это стало едва ли не постоянной рубрикой в новостях. А в социальных сетях только и рассказывают, как и где поймать очередного покемона. Плюсы и минусы нового увлечения изучала Юлия Важенина. Пикачу, Бульбазавр, Чермандер. Мало кто мог поверить, но покиномания, захватившая детские умы в 90-х, снова вернулась, чтобы на этот раз стать настоящим хитом. Игра Pokemon Go уже захватила сердца пользователей из Америки и Новой Зеландии. Да и наши соотечественники уже успели оценить популярный продукт. Суть игры в том, чтобы отыскать покемона на улицах и поймать его. И чем больше, тем круче. Чтобы стать участником игры, потребуется гаджет с включенным интернетом. GPS, по которому будет понятно, где вы находитесь, чтобы подбросить туда покемона. И видеокамера, через которую вы его увидите. Вообще игра очень интересная. Мне нравится вот это, то, что надо ходить по всему городу, то, что тут. Она подключается к GPS-нику. И персонаж тоже ходит. Ты собираешь покемонов, собираешь их с друзьями. То есть можно вообще совмещать приятное с полезным. Вот игру я играю примерно где-то дня 3-4. И уровень у меня уже третий. Хотя много я не ходил. А так я поймал где-то 6 покемонов. Я очень хочу поймать муджикарпа. Это водный покемон. Я хочу его поймать на заливе. Но до сих пор мне еще не удалось это сделать. В игре нет прямого поиска. Однако есть подсказки. Необходимо вращать внимание на шевеляющиеся листья, траву на карте. А также на любые движения. Но тут и возникает риск для игрока. Если человек идет по улице и смотрит в свой телефон, выискивая несуществующего покемона, он, естественно, игнорирует реальность и подвергает себя опасностям. Так, в первые же дни после релиза в США и Японии появились многочисленные сообщения об автомобильных авариях, спровоцированных отвлекшимися на игру водителями. О полицейских, игравших в покемонов при исполнении служебных обязанностей. Телеведущий, попавший в кадр в прямом эфире во время игры. Бывает, игроманы увлекаются настолько, что ловят покемонов в опасных местах или там, где это приводит в возмущение других людей. Так, будущим адептам не стоит забывать о том, что за ловлю монстров в храмах, в чужой квартире, на избирательных участках или на границе их ждет наказание от 40 до 500 тысяч рублей. Плюс исправительные работы. Никогда не нужно забывать, что у нас есть определенные правила дорожного движения. И человек, неважно, играя в какое-то приложение, либо просто просматривая свои странички в соцсети, отвлекаясь на телефон, может просто-напросто не посмотреть вовремя по сторонам, не заметить приближающийся автомобиль и попасть в беду. Поэтому, если вы находитесь на улице, в оживленном месте, тем более, когда переходите проезжую часть, конечно же, нужно быть внимательным и не забывать то, чему учат всех с детства. Почти сразу после выхода мобильной игры в соцсетях стали появляться и положительные отзывы. Многие игроки отметили, что игра в Pokemon Go позитивно отразилась на качестве их жизни. Для кого-то, например, приложение стало стимулом выйти на улицу и помогло улучшить психическое состояние. Когда у тебя депрессия, очень сложно заставить себя вылезти из постели или выйти из дома. У меня было ужасное настроение до того, как я скачала приложение. Не могу сказать, что оно полностью изменило мою жизнь. Но все-таки игра занимает меня, и это сильно мотивирует. Находясь на улице несколько часов, я вдруг поняла, что это доставляет мне удовольствие. Каждый раз, когда я ловлю покемоны, я чувствую прилив радости, и это еще больше мотивирует меня. За последние два дня я осознанно общалась с людьми, сходила в торговый центр, и мне это понравилось. Соединение виртуального мира с реальным – штука не новая, но, возможно, именно сейчас пришло ее время. Подобные игры уже были выпущены в 2012 году теми же самыми разработчиками с очень похожей механикой. Но они не были связаны со столь популярной франшизой. Создателям игры «Покемон Гоу» удалось совместить поиск на глобальной карте с популярными персонажами, которые уже имеют огромный рынок. Тренировка смекалки, организованности, если можно так сказать, дисциплины у человека, который должен быть в поиске. Он должен быть внимательным, он должен быть сосредоточенным. Это тоже развитие мозга. Это, конечно, создал гений. Я понимаю, что этот человек, эта компания, они нашли гениальный способ убить двух зайцев. Первое – оторвать от компьютера наших детей, подростков, вообще интернет-зависимых, неважно, сколько им лет, и, наконец, их вывести на улицу. Но здесь, конечно, вторая есть опасность, второй заяц, когда с помощью таких вещей можно получить физическое увечье. Это действительно реальная опасность. В России игра, ставшая мировой сенсацией, существует пока полулегально, но это лишь вопрос времени. Точное время релиза российского варианта игры пока неизвестно, но производители обещают запустить игру уже к концу следующей недели. Юлия Важенина, Олег Якимов, Сергей Адушкин, Республика. Многим аграриям в эти дни приходится трудиться в качестве спортсменов на полях Саратовской области. Там проходят всероссийские и сельские спортивные игры. Участникам у игр предстоит не только состязаться в армспорте, легкой атлетике и перетягивании каната, но и показать профессиональные навыки. В составе команды «Чуваши» 39 спортсменов. Старт сельским спортивным играм дали соревнования косарей. Правила конкурса достаточно просты. Всем участникам соревнований выделили одинаковые по размерам участки, предназначенные под покос. Спортсмены из Вурнарского района Галина Павлова и Александр Политов заняли второе место. По итогам трех дней выступления мы среди 69 субъектов Российской Федерации занимали пятое место. Надеемся, что по итогам всех игр республика зайдет в первую шестерку членящих регионов России. Особенно хотелось бы отметить мне спортсменов следующих видов спорта. Это, прежде всего, командные соревнования уже подведены. У нас две золотые медали завоевали девочки в армспорте. И общекомандный зачет заняли также второе место. Это очень хороший результат. У нас в выездных сельских играх такого командного результата тоже не было. Очень успешно выступила семья Калитовых из Ебресинского района. Они заняли второе место по итогам двух дней соревнований по четырем видам спорта. Очень успешно выступает у нас для нас в новом виде спорта. Это масс-рейслинг. Две девчонки завоевали серебряные медали. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чубаши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова